Универ-Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты вы узнаете любопытные подробности из сферы образования, научного будущего и не только. С вами Аделья Шамилова. Итак, поехали. Казанский федеральный уверенно держится в мировых рейтингах. В чем секрет? Зоя Зайцева раскрывает все карты. Взгляните на небо. Астрофизик Казанского университета приучает к рукам загадочный космический элемент. Великий желковый путь продолжает привлекать внимание. Какова роль Татарстана в столь ярком проекте? Удалось выяснить представителям ИКОМОЗ в КФУ. Казанский федеральный университет посетила региональный директор консалтинговой компании КОЭС по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, которая рассказала сотрудникам о приоритетных направлениях в работе университета и возможности стратегии развития в рейтинге КОЭС. КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ По сравнению с 2014 годом, когда КФУ впервые стал участником этого рейтинга, университет показал значительный рост показателей и стал одним из 23 вузов в мире, удостоившихся оценки в 4 звезды. В 2014 году вы впервые вошли в глобальный рейтинг, и в 2017 году вы вошли в группу 450. Сколько всего высших учебных заведений в мире? Одни источники называют цифру в 20 тысяч, другие в 26 тысяч, но если мы допускаем, что их около 22 тысяч, то есть формально вы вошли в топ-полтора процента лучших университетов в мире. Стоит отметить, что в 2016 году КФУ входил в три предметных рейтинга КОЭС. В этом году вы попали в публикуемый список в восьми предметах, то есть вы почти что утроили свои результаты. Основными показателями рейтинга КОЭС являются интернациализация, доступность, качество исследований, развитие направлений специализации вуза, а также инфраструктура, инновации, трудоустройства выпускников и, конечно же, образование. Академическая репутация Казанского федерального выше на 6 пунктов общероссийского рейтинга. Вы можете видеть, что в академической узнаваемости ваши результаты выше, чем в среднем по стране. Это, честно скажу, достаточно редкое явление для наших университетов. Немногие это демонстрируют. Однако общероссийское сотрудничество с работодателями желает лучшего, поэтому университету стоит провести работу со своими выпускниками, которые на данный момент работают в самых разных уголках мира. Через этих самых выпускников либо они сами являются уже работодателями и могут сказать, я представляю компанию из Великобритании, Германии, Франции могу голосовать за КФУ, либо они обращаются к своим непосредственным начальникам и просят принять участие в опросе. Основная цель КФУ заключается в концентрации внимания на повышение качества публикаций. Чтобы стать конкурентоспособными в мире, необходимо публиковаться в журналах преимущественно КУ-1 и КУ-2. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюз. Казанский федеральный университет снова посетили гости. В этот раз директор Института международных отношений и истории востоковедения КФУ Рамиль Хайруддинов обсудил с генеральным секретарем Национального комитета ИКОМОЗ Китая Гуажан проект Великого Шелкового Пути. Казанский федеральный университет посетил генеральный секретарь Национального комитета ИКОМОЗ Китая Гуажан. ИКОМОЗ – это Международный совет по памятникам и достопримечательным местам. Эта организация занимается вопросом сохранения охраны культурно-исторических мест по всему миру. Родилась идея для того, чтобы активнее включать и Татарстан, и Российскую Федерацию, систему международных отношений. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. В основном речь шла о проекте «Великий Шелковый Путь», который появился еще в 1987 году. Здесь говорили о концепции российских коридоров Великого Шелкового Пути и о роли Татарстана в этом проекте. Он предлагает именно Татарстану в системе Великого Шелкового Пути стать той базой, на которой будут нанизываться другие участки. Здесь достаточно много. Это Волжский участок, это Кавказский участок, это Сибирский. Потом выход в сторону Азербайджана, Ирана, это Каспийский. И выход в Западную Европу. В планах провести в 2018 году международную конференцию, посвященную Великому Шелковому Пути. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Много тысячи лет назад в глубинах далекого космоса бушевали такие масштабные явления, что «Звездные войны» покажутся вам безобидной сказкой. Университетские ученые первые узнали, как приучить к рукам загадочный космический элемент. Для чего и кому это нужно, расскажем прямо сейчас. Космический пространство Математические эксперименты довольно дорогостоящие. Молодой ученый астрофизик Казанского университета готов представить общественности свое видение решения злободневной проблемы. Александр Шемахин усердно потрудился и создал абсолютно новую математическую модель, которую можно применить как в фундаментальной науке, так и для усовершенствования научно-исследовательских материалов при производстве. Ну вообще разработка математической модели, она позволяет усовершенствовать методику обработки, усовершенствовать параметры обработки и так далее. То есть вообще помочь, можно сказать, производителям отчасти. Если, к примеру, обработать плазмой материалы, из которых состоит скафандр, он будет лучше защищать космонавта от радиации при выходе в открытый космос. Защитные свойства обшивки корабля также можно усилить, если обработать материалы, из которых она состоит плазмой. Благодаря разработанной в Казанском университете математической модели параметры плазмы можно будет численно менять и уменьшать расход энергии. Ученые Казанского университета стали первыми, кто разработал данный проект. Можно моделировать процессы в межзвездном пространстве, в ионосфере. Мы занимаемся течениями плазмы, и поэтому расчет потоков в ионосфере, доработав эту модель, можно производить вот эти расчеты. Модели способны изменить сотни экспериментов, экономят время и деньги, трудно усомниться в значимости данного исследования и активной роли плазмы, как существенного компонента в протекающих процессах таинственной звездной системы. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Новая разработка ученых Казанского университета позволит решить злоботневную проблему транспортировки газа в экстремальных арктических условиях. Что такое казанские ингибиторы и для чего они нужны, удалось выяснить нашей съемочной группе. Споры за богатейшие ресурсы недров Арктики продолжают нарастать, но обладать ресурсами не означает эффективно ими воспользоваться. На сегодняшний день ни одна страна не готова к добыче ископаемых в суровых арктических условиях лучше, чем Россия. Однако великолепная техническая готовность составляет лишь половину дела. Найденное университетскими учеными решение позволит России уйти в отрыв в этой арктической гонке. Нашим ученым удалось разработать кинетические ингибиторы. Это вещества, которые замедляют процесс образования гидратов при транспортировке углеводородов. Руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» поделился некоторыми подробностями новинки. Газ с глубины, где достаточно высокая температура, попадает в условия, где уже температура ниже. И если есть в этом газе вода, то возможно образование газовых гидратов, которые просто создают пробки, тромбы и фактически останавливают эту транспортировку. И мы разрабатываем реагенты, которые позволяют бороться с этими проблемами. Особенно важно и то, что ингибиторы не только снижают температуру, но и позволяют сохранить жидкое состояние в большом диапазоне температуры. Объемы ингибиторов, которые разработаны в Казанском федеральном университете, значительно меньше, оттого и являются более эффективными. Это связано с тем, чтобы доставить газ шельфовых месторождений на пункты переработки и дальнейшую транспортировку их на суши. Новинка, разработанная нашими учеными, производится на основе отечественного сырья. На данный момент ученые детально исследуют саму технологию, чтобы в ближайшей перспективе запустить производство реагентов в промышленных масштабах. Адель Шамилова, Владислав Михнеевский, Универгьюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают быть на страже самых интересных новостей. Не переставайте быть в центре событий, следите за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok